Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Дорогие наши друзья, наши зрители, наши постоянные подписчики, наши коллеги, коллеги по цеху, наши друзья телеканала, наши зрители! Всем-всем доброго вечера! В эфире программа «Легенда в эфире». И ведем мы наш сегодняшний прямой эфир из Международного союза музыкальных деятелей, который находится в Брюсовом переулке. Это наша новая студия, и сегодня у нас в гостях удивительный человек. Нормальный. Нормальный, но при всем... Он именно поэтому и удивительный, что при всей своей нормальности, и вроде бы на первый взгляд такой вот простой человек. Вы знаете, вот так вот смотрите на него, вот простой такой человек. Но на самом-то деле, когда вы узнаете, что это за человек, вы поймете, о чем я сейчас говорю. Итак, друзья мои, позвольте вам представить. Выпускника единственной в СССР общеобразовательной школы с морским уклоном. Воспитанника архангельского джаза. Одного из лучших исполнителей блюза в России. Участника различных известных музыкальных проектов. Музыканта мирового уровня. Популярного преподавателя и успешного педагога. Автора уникального курса «Красота и энергия ударных инструментов» Алексея Цыганова. И тут должны звучать аплодисменты. И я вижу, я предвкушаю, предчувствую, что вы там, наверное, аплодируете у себя дома. Или, может быть, вы едете в транспорте и аплодируете где-то в машине. Потому что Алексей Цыганов сегодня с нами. Добрый вечер, Алексей. Здравствуй, Геннадь. Здравствуйте, дорогие зрители, гости, друзья, слушатели, коллеги. Но прежде всего я хочу сразу объяснить, что да, мы в таком шикарном здании находимся. Это все круто-круто. Разговор, конечно, пойдет о ритме, но даже никто не ожидал. Я хочу сегодня повернуть в сторону моря. Прекрасно. В сторону моря. Ведь море для меня – это, в общем-то, мой исток моей жизни. Я родился на море, на Черном море в городе Одесса. Поэтому и мы не сговаривались об этом. И вот Алексей предлагает поговорить о море. Да это же я просто как рыба в воде чувствую себя в этой теме. И какое неожиданно и приятно, что мы говорим сегодня о море. Почему о море? Дело в том, что, наверное, как раз на Черном море я ассоциацию у меня именно с пионерским лагерем «Орленок». Орленок, который дал мне очень много для всей жизни. И сейчас я был три года подряд. Три нажды. Я был там главным барабанщиком всего сводного отряда барабанщиков. Это неописуемо. Это потом дальше расскажу. Что же, если не ты был барабанщиком? Было бы удивительно, если бы ты был гарнистом. Но туда я приехал уже заряженным барабанщиком, потому что меня научили барабанить на берегах Белого моря. Приехал Черный. Где ты и родился. Где родился. Родился в Архангельске. Все равно я там пригодился. Все равно я там воспитывался. Там пошел в музыкальную школу по классу ударных инструментов. И как раз, может быть, если от моря увезти, давай поговорим про то, что такое легенда. Ты не забудешь, о чем ты хочешь поговорить? Просто у меня к тебе вопрос. Такой коротенький. Кто тебя направил в эту школу ударных инструментов? Как это произошло? Вспоминай. Я просто меня в театральную лицей, в театральную студию направил мой дедушка. И я безумно ему признателен. Нет, он увидел объявление и сказал, внук, а сходи-ка ты в музыкальную театральную студию. Как у тебя было? Наверное, все пошло от того, что если отмотать еще чуть пораньше, то в 1972 году мне как раз попали палочки барабанные в руки в пионерском лагере. То есть, когда тебе палочки попали в руки, я только родился? Да ладно. Да. Какой ты зеленый. Какое совпадение. Когда ты родился. Но когда в 1969... Просто когда я родился, тебе попали палочки, и ты забил барабанную дробь. Но до этого дела, пока там еще даже родители не думали, делать тебя или не делать, в 1969 году я вообще вышел первый раз на сцену. Это в 1969 году не какой-то там клуб, не какой-то там дворец, еще что-то, а интерклуб моряков. Вот так вот. Интерклуб моряков. Да, в Архангельске был такой, куда приезжали со всего мира в суда иностранные, и было место на берегу реки, куда они приходили не расслабляться. Ну, к интерклубу приезжали интердевочки. Нет, интермальчики были на пианино, там развлекали, показывали там всем иностранным морякам, какие здесь хорошие детишки, как там они умеют танцевать, как они умеют там петь, играть на инструментах. Иностранные моряки влели и меня туда, вывели к пианино, у меня был аккомпаниатор. Как сейчас помню, это было в 1969 году, сколько это было лет назад? Ну, в общем, дофига. У меня было в программе, ходила младешенька по оборочку, и вы были березы, да, я там прям такой, сейчас где-то ящик для картошки, не знаю. Но все-таки объясни, ты из музыкальной семьи? Абсолютно нет. Папа тоже творческий человек. Если на то пошло, то море, дед, фантеса театральная. Море, дед, так. У меня дед был инспектор акватории северного, в смысле, порта, Архангельского порта, акватории. Инспектор, фуражка, интеллигент, никакого отношения к творчеству, никакой музыки. Во время войны он как раз не где-то, именно Ладожское озеро охранял, дорога жизни, Ладога, это все там для Питера, это все опять там Балтийское море, это все вот оттуда идет, все эти наши отношения к морю. Понятно, да, так. И насчет творчества никакого. Папа с мамой хорошо танцевали. Папа с мамой познакомились в гарнизоне офицеров северного там округа. Тогда был ансамбль Годенко, Царство Монебесное сейчас, это уникальный ансамбль. Они там начинали, Годенко на них тренировался, и может быть чувство ритма оттуда мне и перешло. Все, только чувство ритма. Понятно, что там как-то от родителей какой-то творческой наклонности рисовать, писать, там все это было, ничего не рисую, ничего не пишу. Но вот именно ритм, музыкальную, поехал в пионерский лагерь, там просто оказывается папа написал, имею чувство ритма, и все. Там мне эти палочки, значит, дали в руки, барабан повесили. Все-таки, папа короткую заметочку написал, рекомендацию, да? Да, от себя. А как он понял, что у тебя есть чувство ритма? Не знаю, наверное, как-то, когда у меня ремнем а-та-та-та-та, я ритмично ой-ой. Уважаемые отцы, лайфхак вам, как проверяется чувство ритма у ребенка. Не, мы там и синкопу отрабатывали, а-ц-а-ц-а, там все это у нас. Серьезно было? Было за что? Да было за что, конечно. Ты был хулиган? Ну, были случаи, хорошо, сейчас расскажу тоже один случай. Опять там все на берегу Белого моря. Интересно, как рождается дух барабанщика? Это же архетип, это же люди с совершенно определенным устройством внутренней какого-то системы. Вот, видите, я же говорю. Звуков. Звука, да, внутреннего. И получается, что если, допустим, у всех родителей, у всех детей родители как нормальные, там у всех детей, я пошел в школу, где у меня папа был директор моей школы. Все 10 лет, все думали, шефский сынка, шефский сынка, ему там хорошо, сладко. Конечно, естественно. Наоборот, папа всегда самый строгий. За все пенки, которые дети делали в школе, мои кореша, я получал дома. Все, это у меня была бедная жизнь. Я всегда боялся прийти домой, если папа уже дома. Я там ходил, втеревшись в квартирные стены полчаса, чтобы ему на глаза не попадаться. Был, я кашмыгнул, и все. Чтобы еще раз проверить свое чувство ритма. Ритма, да. И так, ритмически такая, нулевой такт. Так, иди сюда. И начиналось. И так, иди сюда. Так, иди сюда. Что, папа, надо? Что, папа, случилось? И началось там все. И вот с этой нотации. Ну и, конечно, в первом классе был момент, когда мы возились в гардеробе там с девчонкой. Что-то подурачились. Я отмахивался. И я попал в мешок у нас под обуви. Как сейчас помню, по-моему, Юлию Лысукову ее звали. Одноклассница. И в мешке обувь у меня была. И есть-то ей там по лицу, по-моему, сукровь там хлынула. И старшеклассники там увидели там все, платочки, все. И меня подбили рученьки. Ах, так, ты, девочка, обижаешь, там, ты разбил нос, там, пойдем к директору школы. А я таким четвероклассником, который оказывает, пойдемте. А у меня папа директор, пойдемте. А они такие, отцовского, он там, папа. Так, иди сюда. И я так, в дверь я так к нему, Виктор Павлович, тут этот мальчик, типа, ваш сын, он девочке нос разбил, там, затолкнули меня, убежали, чтобы им не попало. Ага. Что случилось? Я вот там, мы дурачились с девчонкой. Так, иди на урок, дома поговорим. Дома что было? Вся жопа синяя. Я это научу обращению к женщинам. Я тебе научу обращению, что как нужно там. Ну, урок ты запомнил. Научил, да. Слышь, кто передает тебе привет в прямой эфир? Андрей Горбатов. Андрей, приветствую. Андрей, тебе привет тоже. Сейчас мы... Театральная пауза. Театральная пауза. Да, но ты понял. Да понял, да. Андрей, кстати, был у нас в эфире. О! Один из первых эфиров, 2014 год, и Андрей был в эфире. Ничего себе. А, дебютант. Да, он был один из первых. Посетителей нашей студии, телеканала Ивент ТВ. Вот это да. По чим я стопам иду. Нет, умеренным темпом. Умеренным. Андрей, так иди сюда. Так иди сюда. И получается школа. Школа музыкальная. Там ты как-то говоришь вопрос, кто меня как подтолкнул в эту школу. Пионерский лагерь. И так получается, что я... Ну, то есть, сначала ты пошел, как все обычные дети, на фортепиан. Дом, дворец пионеров. Опять же, в этом дворце пионеров был. Он меня преследовал везде. Папа директор дворца пионеров был. Подожди, папа был директор школы. Но сначала он был, когда я пошел в школу. Но сначала он был директор дворца пионеров. Я ходил туда. Ой, там детей уничил там танцевать. Папа держал все под контролем. Вообще там, да. Все четко. У него там были танцы буденовцев. Нет, я старался отлынивать. А меня все равно заталкивали туда, где папа. Папа, чтобы меня контролировал. И мне деваться было некуда. И вот, получается, он там занимается другими детьми. Забыл преподавательница по пианино и хор. Он к меня заталкивал к ней в класс. Вот, учите его на пианино играть. И вот она меня учила, учила. И вот так получилось. Номер среди иностранных моряков получился. Мой выход. Вопа, ты берешь. Ходила молодежненько по борочку. Меня настолько знакома вот эта история отца и сына, когда отец контролирует. Мой мастер спорта по спортивной гимнастике, тренер. И я, естественно, все 10 лет тренировался у своего отца. И, естественно, мне тоже попадало. Иди сюда. Это вот абсолютно знакомая история. Поэтому рассказываешь. И получается, что музыкальная школа, когда организовывалась у меня, это просто я был первый, кто поступал в Архангельской области на класс ударных инструментов. Вообще. То есть до этого там были всякие скрипочки. Бианино там, понятно, баяны, домеры, все что угодно. Из тебя началась эта плаха барабанных инструментов в Архангельске. Нет. Давай сначала, как я говорил, ты говоришь, как я попал в эту школу. Помнишь ли ты эту мысль? А мысль такая. Я помню. Да, хорошо, мы хорошо идем, движемся. Мысль такая. Мы даже еще не перешли к его отрочеству. Мы только в детстве пока находились. О, мы там, мама, там все поплахай, пока преследует. Сегодня вечер будет жаркий. Да, в принципе, там. Как ты себя нормально? Тепло. Бежал, бежал, перебежал. Вообще, легенда что-то такое? Для тебя. Нет. Для тебя. Для меня? Для меня легенда это то, что не светится, не показывает, не такое общедоступное, общеизвестное, а что-то такое очень сильное, мощное, но при этом такое, знаешь, настоящее, оно такое вот уникальное по существу, по глубине, по внутреннему осознанию. Для меня вот это легендарная личность. Ты говоришь про личность, ты говоришь про одушевленные такие моменты, а для меня вообще легенда это то, что вы маринована временем. Ух ты, слушайте, мы придумали новую скороговорку для выпускников театральных вузов. Вы маринована временем. Три раза. Наша. Вы маринована временем. Вот, и потом это авторство, так сказать, наше. Вымаринована. Вы маринована. И все-таки. Там море, опять же. В том-то и дело. Почему я и говорил, что сегодня весь эфир будет вокруг да около. Это у меня тег такой есть, вокруг да около. Ну как до около. И, наверное, может быть, то, что я каким-то образом, меня можно отнести к легенде, это то, что просто действительно я занимался первый пацаненок, пошел в музыкальную школу в Архангельской области. Дай бог, что там все было хорошо. Мы были в этой школе. То есть мальчиков не было? Не было барабанщиков. А, первый барабанщик. Первый барабанщик в музыкальную школу пошел. Но именно то, что с меня началось, нет. Опять же, настоящая легенда джаза, Владимир Резицкий, царство ему тоже небесное, офигительный музыкант, джазмен и в те времена железного занавеса, о нем никто не знал в Советском Союзе, и он был известен в Германии, в Америке, в Европе со своими музыкантами. Вот смотри, ты сейчас назвал Владимир Резицкий, да, легендарный, ты сказал, не случайно ведь, да, но тем не менее его никто не знал, ну как бы он не был общеизвестен, как бы широко известен. Обидно, да, он был вот в узких кругах. И в узких кругах его считали легендарным. Легендарным, да, да, да. То есть это что-то такое, ну вот, это непередаваемо. Да, это был авангардист, это был человек в нормальном плане, не от мира сего, где его символ, именно его был, это силуэт исполнителя на саксофоне, который саксофон торчал из-под перевернутого ведра, надетого на голову исполнителя. Это вот так вот Резицкий устраивал такие шоу, половником по башке, саксофон здесь держит, два саксофона, все, вот у него там сплошной авангард. Это тогда в те времена, 80-е года, какие 70-е года, только-только все это вот давали народу небольшую волю, он был такой протестант против какой-то шаблонов и рамок определенных. И сейчас его коллеги, они продолжают дело джаза, и я дружу с тем исполнителем, легендарным барабанщиком Архангельского, да, Олег Юданов, который как раз на мне приходил в педпрактику, он был в музыкальном училище, я был в музыкальной школе. Я считаю, что отчасти его своим наставником-педагогом, он отнекивается, но он все равно нес свою определенную лепту. И если мы вернемся к морю, то именно я был знаком с его отцом, мой отец был знаком с его отцом Олега. Константин Михайлович был воспитанник Соловецкой школы юнгов. Это было на Соловках во время Великой Отечественной войны, типа сейчас Суворовское училище, там на Химовске какие-то, туда специально собирали детей, старшеклассников, которые и остались или без родителей, или погибли там родители, чтобы продолжать дело отца, или не были они беспризомными, их собирали на Соловках, организовали их в школу, они проходили какие-то курсы, и пацанят отправляли на военные корабли. Пацанят отправляли на военные корабли служить Родине. Я не думал, что я это сейчас вспомню, но... С чем ты вспомнил? Вспомнил, потому что как раз у Олега Юданова Константин Михайлович, папа, как раз был выпускником этой школы. Он отучился в школе, он отвоевал на фронтах, он благополучно вернулся, и он потом рассказывал, как это все было. Он был действительно тоже легендарным человеком, который воспитал двоих прекрасных людей-музыкантов, с которыми мы дружим. И как раз получается, что наша школа, школа номер 11, с морским уклоном, она собирала под эгидой папы моего, учителя, был клуб целый собран. Мы собирали данные об этих выпускниках Соловецкой школы. Собирали по крохам те, кто учился, куда ушел, кто погиб. У нашей классы, где если раньше, во время пионерии, ты же знаешь, что такие веселые пионерские времена. А если он хотел воспоминания, дадим ему время. Во время пионерии, ему приятно. Да, конечно, с кем могу еще пионерию гониться, как с нашими зрителями и слушателями. Хочется, да, да, дадим немножко время. Некоторые же даже не знают, что пионерия такая священная была, такая организация. Некоторые не знают вообще, что была пионерия. О чем ты говоришь? Где мы там с шагом подходили к пионерским барабанам, отдавали типа честь, салют там, горну. Но ты же был барабанщиком? Еще какой. В том-то и дело, что я в школе организовал пионерский свой отряд барабанщиков и прям мы там… И барабанщицы. Слушай, были. Были? Были. У меня вопрос. А как вообще девочки относились к тебе как к барабанщику? Как в анекдоте. Это работало? Как в анекдоте. Ну расскажи. Если, значит, про школу, то мы все-таки построили хороший парк юнг-салютской школы. Когда мы маленькие деревца маленькие сажали, и сейчас вот мы там иногда в Архангельске удается быть, там вот такие уже деревья, вот этот целый парк, вот около школы, который мы сами своими руками посадили. Я ему про девочек, он про парк. Да, парк. Мы с девочками сажали это все. Теперь здоровенные деревья. А девочки? Ну а девочки? А девочки потом. Короче, приходит, значит, после репетиции к своим там гитаристам барабанщик, говорит, ребят, ну чё вы не знаете? Да. Чё это? Вы там, пока я там концерт прошел, пока тарелки там сматываю, скручу, там педаль с ним, по голову поднимаю, вас у девчонки увели там, у вас у девчонки. Конечно, барабанщик. Там спокойно, у нас просто гитара есть, ну купишь себе гитару, будешь, научишься играть. И всё, ты стоишь впереди, перед сценой, ты можешь с гитарой наклониться, там всё, девчонкам подмигнуть, всё, девчонки твои. А чё ты там сидишь, там где-то почти окулистом, там тебя почти не видно, вот будешь гитаристом, всё равно. Ну, приходит барабанщик этот в магазин, продайте мне, пожалуйста, гитару. Вот такие легенды про барабанщиков ходят, но на самом деле я сам вокалист. В нескольких музыкальных коллективах, коллективах, вах, и там у нас барабанщики, ну, вах, нескольких барабанных, нескольких коллективах. И там барабанщики, ну, умные ребята, всё, какие-то. В принципе, бывают иногда. У меня, да у меня сын средний, тоже барабанщик, в общем-то. Куда? А, девочки, да? Да. А девочки потом. Значит, что я могу сказать про девочек? Про девочек, которые сейчас, или про девочек, которые тогда? Не-не, вот, ну, как бы, правильную тему, да? Гитаристы, они же всегда, вот, они же на этом... На переднем фронте, там, да. То есть парень с гитарой, это... Он вроде бы движется. Это круто. Парень с гитарой, это архетип вообще. Понятно, что... Это красавчик, то есть всё. Когда на концертах идёт разговор о внешнем виде, все говорят, это чёрный, там, влючит, рыбашки, вот их один. Я и мне тоже, естественно. Громе смысла, я хоть в трусах, потому что меня всё равно же не видно там всё это. Нет, все должны быть под одну гребёнку. Да, барабанщики не видно. Тем более, молодые барабанщики любят много барабанов, много тарелок. Их вообще не видно. Раньше было, сейчас всё на больших экранах, всё, тут камеры, всё. Оно есть, яркие, да, вокруг барабанщика крутится оператор, там, да. Попозировать. Тем более, барабанщик там... Пропустить долю какую-то, но в экран оператор обязательно там подмигнуть. А там всё всё равно доиграет само там. Барабаны бывают ставятся хорошие, сейчас барабаны сами играют. Главное, чтобы ты подмигивал оператором, там, и там, на экране, чтобы там так довольное лицо было. Болосами, чтобы ты и палочки подбрасывал. Ну, бывает, да, палочки, там, если есть запасные, то можно этим побросать. И получается, что тогда были девчонки, но тогда девчонки были вообще барабанщицы. Редкость, естественно. Понятно, что, как у меня ассоциация, были всегда девочки на пианино, а мальчики за барабанами. Мальчики за гитарами. Всё это. Понятно, что вроде бы, как будто барабанщик, это пацанская была деятельность. Это же работа тяжёлая. Или я ошибаюсь? А вот тебе по поводу тяжёлой работы. Мне кажется, что у барабанщиков мускулы такие, знаешь, как в зал не ходят. Нифига, должна быть хлёсткость, должна быть, наоборот, не мышца, а должна быть хорошая жила и сухожилие. Вот, чтобы там, так это всё было. Сухожилие. Да, сухожилие. 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 И получается, что есть прокачанные. Понятно, что... И специально качаются, чтобы эти банки были видны. Но всё равно же нужно нам мягко играть, аккуратно играть, красиво играть. Недаром красота и энергию даром. Я знаю одного музыканта, который считает, что самое главное для барабанщика играть ровно. Кто сказал? Изначально он должен играть ровно. То есть, если ты умеешь играть ровно, то тогда ты можешь играть как угодно. Или это какой-то миф? Правильно. В том-то и дело, что это не миф. Я сейчас приехал в занятие с мальчиком, который попросил... Постепенно переходим к его легендарному методу. Ведь он же сейчас... Не, я уведу. Я сейчас уведу опять там девочкам. Нет, ну давай, давай. Я попросил, сыграй вот эту песню, допустим, Дорс и Рюнер Сторман играл. Примитивные есть варианты. Сыграй проще. Он начинает наворачивать, как все нам казалось в детстве. Там можно, тем больше ты научился, тем больше накрутить вакедонов. Нет. Оказывается, действительно, самое сложное отыграть примитивно и ровно. 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 Конечно, там мы тоже уже знаем, что синкопы нужно играть правильно. Ровно. Это мозги и что это? Это какое-то соединение с сердцем. Это самоконтроль. Прежде всего, самоконтроль. Самоконтроль для того, чтобы сдержаться и не выпендриваться. Потому что, когда барабанщик научился, и то имеет это, и другое. Вы правильно ли я понимаю? Это какое-то умение удержаться, то есть эмоцию удержать. Потому что тебя же захлёстывает эмоция. Постоянно. И тем более, что если получается, эмоция еще больше прет из-под тебя. И хочется показать всем нашим зрителям и слушателям. А я еще и вот так могу, и вот так могу. А не надо. Нельзя. А нельзя. Можно выпендриться. А вся мать, как говорится, и перейдет опять к гитаристу, который... Басист красиво отыграл, и все. Вроде бы ничего не делает. А вот это напарник барабанщика, который... Это отдельная тема барабанщика, взаимоотношения барабанщика-бас-гитариста. Да. Но и все же... Девочки? Девочки, я услышал, да, их меньше всегда. Было. 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 А сейчас мода пошла. Или что? Когда я девочкам говорю, ничего себе, сколько же вас... А я не собиралась быть Данью Мода, там... Просто захотелось, да? Им всем захотелось поддельности. Каждое. Они не собирали данные. Они не смотрят информацию, что столько много девчонок барабанят. Они сами по себе захотели окунуться в этот мир ритма. Во-первых, ритм. Во-вторых, это действительно движение. И это действительно красота. Красота. Если мы сейчас немножечко коснемся вот этого метода... Красота, да. То все, кто приходит, вот такие. Большая начальная подготовка идет на то, чтобы человек знал, как правильно сидеть за барабанами. Сидеть от того... Прямо высота стула, расстояние от барабана. Все, как мы эти все называем барабаны, названия, и как мы среди них находимся, под себя регулируем. И когда ко мне там приходили ребята от других педагогов, они были шокированы, что я отвожу время для того, чтобы они под себя подъявили. Как? А неужели это можно? А как нельзя-то как? А нам всегда запрещали здесь что-то трогать, потому что это все под всех отстроено. Говорю, нет. Все это мы не те, такие лавейные солдатики, чтобы могли под каждого все было универсально. Все равно даже разные люди одинаковой комплекции, они под себя это все подстраивают, потому что это как конструктор, которым многообразие, тут можно подкручивать, раскручивать как угодно. Все эти наклоны, высоты, кому как удобнее, как привык. Мы все равно смотрим, как человеку было комфортно в этом всем. Потому что есть люди, которые даже не могут представить, удобно им или неудобно, а есть постепенно уже, которые привыкли. Даже у меня есть один знакомый, который приходит с рулеткой, у него есть свои параметры, стульчик, малый, хай-хет. То есть измеряет рулеткой. Прям быстренько все отмерил, открутил все. Он нашел свои параметры. Точненько. Точненько. Это правильно, так и нужно? Или кто-то на глаз это делает? Я считаю, что мы все индивидуальные люди. Есть привычки, допустим, если уж насчет точности, я мог себе выставить так высоту сидения, и можно было даже не пробовать мерить рулеткой, а мы ради хох мы мерили. Она у меня всегда была неизменна, потому что высота над уровнем моря, она всегда у меня как-то соблюдалась, одна и та же. И я вот, вот это меня устраивает. Но это я. А все остальные, пожалуйста, я всем говорю, кто сидит за инструментом, можете пониже, можете повыше, лишь бы вам было удобно. Пробовать нужно. Даже есть уникальные кумиры, которые специально каждый день себе что-то меняют, чтобы посмотреть, придумать, быть готовым ко всему. Может быть, что-то найдется интересное. Кто? Кто твои кумиры? Мои кумиры... Ну, для тебя вот... Естественно, Ян Пейс и Стив Гэтт. Это многоуважаемые барабанщики. Понятно, что мы многих знаем, но... Причем Ян Пейс, он лево-рукий. Это имеет значение, ну, как бы, ты левша или правша? Мне кажется, что лево-рукий-рукий, люди левша, они более продвинутые в чем-то либо. Да. Да. Даже в том, чем они занимаются. Ну, как-то это уникальные, это специфические люди, Другой в полушарии работает. Да, все по-другому. Почему я как раз вот и всех своих прошу... Да я прошу, но я могу... Ну, я переучился. Да. А нам ничего не остается делать, когда нужно и так, и так, там... И ребят прошу этим заниматься. И это и есть тот момент, когда... А перестраивается под левую руку? Там же педаль другая, ну, как бы, или нет? Все полностью перестраивается, вот так вот, полностью, полностью. И все. Зеркально. Один раз я сел к своему другу левше подменить его во время джема. Есть один ролик, где оператор запечатлел, когда во время игры исполнителей мы меняемся, он встает. Я вижу, что он левша, я знаю левша. А я на джемах, когда, на нормальных джемах, когда все по-нормальному стоит, мы менялись там. Один пристает, нога там, рука там, все, и пошло, пошло. И он такой, ты устал. Он только что отрабатывал со своими ребятами час. Макс, привет. Екатеринбург, привет. Он отработал... Раздельная у нас будет, минутка, привет. Охрененный сет, мощный, они отработали на фестивале, хедлайнеры. И после них начался джем, все это. И он вроде бы как бы не подает виду, но я-то понимаю, что он выжжит, как лимон. И я к нему, давай, все, с палочками, давай я тебя подменю. Как ты меня подменишь? Ну как, ты встанешь, я выйду. Он подумал, что как будто я в курсе, а я не подумал, что он в курсе, как про это дело. И мы друг друга не поняли. Он такой, ну ладно, раз ты такой уверенный, и раз ты такой, ну ладно. И он такой встает, я так, хоп, хоп. А тут бочка, тут хай-хет. Это так, я... А они же играют, а мне же нельзя останавливаться. Я, ап, ап, что-то как-то... Ну ты справился? Как-то справился, оператор зафиксировали, ничего не поняли, они поворачивают, смотрят, другой. Я такой играю, играю. Макс, не уходи. А я не ухожу, я здесь рядышком, я все-то... Я такой, я такой, я... Если б я знал, и пораньше бы посидел, за леворукой установкой, я бы никогда в жизни не сел. И все, больше не сажусь. Все, вот этот экстрим такой получил, хватило. Но это все зафиксировано. Удивительная вещь. И даже он был у нас на студии, где вот я с детишками занимаюсь, со взрослыми занимаюсь, туда приходят девочки. Приходят девочки, и мы разрабатываем координацию, чтобы мы были не только правша, а только левша. А вот так. То есть ты уже наученный этим опытом, ты решил ввести свой метод? Девочкам это интересно, потому что в чем этот метод? Метод в том, что я не заставляю людей в этих барабанах, в этой музыке постичь какие-то навороты безбашенных этих барабанчиков, юртуозов. Надо, пожалуйста, мы это научимся этому. Я помогу. Но люди любого возраста, они постигают себя сами. Я их направляю. Я направляю через ритм, через барабаны, через инструмент, через движение. Они когда-то, если что-то они не делали, и такая, ой, это сложно, это ничего сложного нет. Сложного в барабанах ничего нет. Есть только непривычное. И все, что непривычное когда-то было, вдруг для человека становится привычным. Он стесняется, он ломается, он не хочет. Но человек получает над собой победу сам. Я только чуть-чуть направляю и делаю какие-то шаги вперед-назад, вправо-влево, немножко обходим. Так, уверенно поддерживаю за плечи, чтобы вот человек шел вперед, шел к своим вершинам. Любые мальчики, девочки, взрослые люди, есть топовые менеджеры, есть офигенный автослесарь, есть доктора, есть очень много студентов и школьников, которые вот внедрились. Скажи, а ты добрый преподаватель или жесткий? Вот бы были бы кто-нибудь здесь рядом, вот бы они бы сейчас... Вот тебе пишут уже твои. Так. Наверняка. Скажи мне, а ты видел фильм Демиана Шазела «Одержимость»? Демиана Шазела «Одержимость»? Трехоскароносный фильм. Я двояко отношусь к нему, то, что действительно, во-первых, про барабанщика крутой фильм и все эти нюансы там рассказаны, мощные. И половина смотрит то, что... в раке. Не может быть такого. Не может быть такого, чтобы... А что именно в раке? В раке. То, что никогда вот так... Это профессионалы так смотрят или что? Или... Ну, наверное, да, профессионалы. Не будет в кровь барабанщик-то разбивать руки. У меня были запекшиеся там... Художественная правда, конечно. Художественная, да. И драмы и все это. Но, во-первых, круто, что актер сыграл сам себя. То, что это было не подстроено, а так вот актер реальный. И реально вот так вот он на съемках выкладывался. Это все факт, это круто. И даже сейчас, наверное, профессиональные барабанщики как не смогут. В таком темпе им это все будет тяжело. Даже, допустим, мне и по поводу усталости и кочевости. То есть он реально круто играет? Да. Артист, который играет? Хороший музыкант, сильный. Сильный барабанщик. И он очень мощно это все передал. Через кино. И актерский, да? Актерский, да. А у тебя есть мечта сыграть в кино? А у тебя? Я играю в кино. Я мечтаю играть в кино постоянно. Есть мечта, кого не знаю. Гитариста, наверное? Нет. С меня в этом пионерском лагере Орленок рисовали картину. Сергей Орлов, помню, такой был художник. Был, есть. Ну, тогда рисовал. Дали мне дудку горн. На, типа, держи. И стой. И я такой, типа, горнистый изображал. С меня там картину рисовали, такая большая была. А кому бы сейчас бы сыграл в кино, но точно не какого-то не старпера, а наоборот, какого-то там активного... Слушай, ну, вот если бы я был режиссером, первое, по типажу, я бы тебя на художника пригласил бы, какого-то художника. Да, запросто намалевал бы. Тем более, что у меня как раз, если ребята барабанят, то я им, правда, сейчас с этим ПЦРом я всем нашим говорю, я теперь к этому слову отношусь совсем по-другому. Я говорю, играйте, пожалуйста, широкими мазками. И тут... Широкими мазками. Да. А вот один вакцинацию прошел, другой вакцинацию прошел, а тут я им про мазки эти все рассказываю. Да, это же все равно музыка как искусство, как какая-то картина, как полотно. Все по-разному это видят, все по-разному это слышат и по-разному это исполняют. Новичок какие-то каракули рисует, а мастер рисует прям действительно яркие или наоборот там сколько-то оттенков серого, но он их там действительно в оттенках все передаст. Всю эту серость. О, блюз. Блюз это отнюдь не веселушка какая-то, но о, блюз. Ну да. Скажи, а вот ты, когда наблюдаешь за работой, ну, за игрой барабанщиков других, ты как бы стиль барабанщика, ну, как бы чувствуется стиль или же там какой-то почерк, ну, есть такое понятие? Есть. Да? Есть понятие. У тебя есть свой стиль? Ты можешь... Мне когда-то сказали про это даже охарактеризовать свой стиль. Кто был не барабанщиком, мне говорили, что мы слышим, это типа играет цыганов. Я примерно представляю, почему. В чем твой стиль? Наверное, в неразмениваемости на мелочи. Да. В неразмениваемости. Конечно, я могу похулиганить. Я могу что-то там отчебучить, но у меня как раз меня приучали каждый удар на весь золото. Также я учу своих. Я вижу... То есть удар это некое слово? Есть фраза? Это удар, даже музыка, это удар, он должен быть музыкальный. Почему мне тоже там кто-то говорил, что даже удар может быть музыкальный. Я этого не понимал. Мне это говорили коллеги. У него музыкальный удар, а у него немузыкальный удар. Я поражался. Как так? Какой-то удар может быть музыкальный или немузыкальный. У любого музыканта и у барабанщика свой стиль есть. Кто вот такой, кто такой, кто там какой-то. Все имеют свой стиль. И я именно как раз своих и призываю, когда ко мне приходят, и мы там того посмотрели, мы там того подсмотрели, хотим-то, хотим-то, я им объясняю, что вы никогда не сможете сыграть, как какой-то тот маэстро. Никогда у вас не получится, потому что он всю жизнь занимался, занимается и будет заниматься, потому что он талант, он гений. А с музыкальной точки зрения, если, допустим, отыграет человек новичок на барабанах, стараться будет играть максимально хорошо, никакой маэстро не повторит так же, как сыграет этот новичок. Никакой. Я своих приучаю к тому, что все, кто садится за барабаны, кто берет, подходит к инструменту, все равно они имеют свою индивидуальность, чтобы они никуда не прятали, а я им помогаю ее выявить. Раскрыть. Потому что это все зависит от характера и от отношения к миру, отношения, кто как слышит, кто какой эмансипированный, или там есть разные девочки, которые могут удар делать мощнее, чем мальчики. Кстати, одна из девушек, Ольга, задает вопрос вам, Алексей, прямо в эфире. Алексей, а какие девушки вам нравятся, и чем они обладают, и что привносят? Чем они должны обладать, какими качествами, и что привносят они в... Смелость. Смелость... Ольга, смелость привносят девушки. Нет, я говорю, что девушки должны обладать все равно смелостью... Мне кажется, что любая девушка, которая имеет свою индивидуальность в своем характере, это уже есть то, чем она привлекает. Она индивидуальна. Я говорю, что девушки должны обладать все равно смелостью... Да, я так считаю. Это я... Это у нас уникальная возможность услышать, что ты только что сказал, потому что мы в прямом эфире. Это я показываю, что мы в прямом эфире, вы понимаете, друзья? Так вот, Ольга. Да. Чем привлекают девушки? То, что... Решительность. Решительность не по поводу какого-то действия, а решительность самой к себе. То, что если что-то задумалось... Я не говорю про музыку, я не говорю про какие-то отношения с кем-то вообще. То, что если самой показалось, что что-то попробовать, что-то попробовать поделать, что-то попробовать там исполнить, надо идти к этому. Вот и все. Отлично. У меня вопрос следующий. Сложные были времена, и могут они еще вернуться к нам, когда мы не можем куда-то передвигаться и так далее. Вот расскажи про это время и что оно для тебя открыло. Запросто. Я знаю, что у тебя есть там свои ноу-хау. Вот расскажи людям. А насчет ноу-хау. Ты задал мне вопрос, я тебе отвечаю. Давай. Море. Опять мы к морю возвращаемся. Море. Дайте нам... Любовь к морю. Любовь к морю. Любовь к морю с детства. Ладно, там пионерские всякие отряды, барабаны. Но я в своей родной школе с морским уклоном, я занимался парном спортом и занимался судомодельным спортом. Тоже, опять же, когда-то я был чемпионом Архангельской области по судомодельному спорту в классе гражданских судов, моделей там до 500 миллиметров. Да, там парусный спорт. Мы зимой готовили яхты, шлифовали, делали оснастку с наружением. Тянет его к морю. И я вот сейчас рассказываю, что когда не было этих страшных времен... Не забудешь... Да, я помню твой вопрос. Да. У меня просто еще один вопрос возник. Как на ухау там эти всякие дома у меня какие возникли? Извини, можно один вопрос? Я просто не терплю его задать. А ты когда-нибудь играл на кораблях в море? Запросто. Конечно. Бывало? Было. Это какой-то кайф в этом есть для тебя? Я даже не задумывался. Ну ты же сказал море, да? И ты в своей профессии, в своем, так сказать, воплощении в море, в океане... Полный комплекс благополучия. И с барабанами, и в море, и корабль... И девушки. И... Ну... Ааааа... Вах! Вах! Девушка на корабле это все-таки... Но, но именно как раз так получается, что с друзьями мы стали регулярно туда, куда нельзя, теперь нельзя, а туда мы туда, и под парус, яхты, это отдельный разговор. Но когда был контракт, в 20-м году нужно было на яхте опять попутешествовать, походить, нам во время этого локдауна, во время этого карантина сказали, никуда вы не поедете. И, кстати, помню тот момент, я там не верил, как это так, можно целый год там сидеть, никуда не выезжать. И вдруг в 21-м году мои друзья в мае в Грецию съездили, богатай, сходили, я спросил, как это получилось, они сказали, да, это получилось так. А у меня как раз контракт принесен до 20-го года, вот существился, и мы все-таки, как ты говоришь, а вот как нельзя, а вот как нельзя, есть мечта, есть желание, есть контракт, есть билеты, которые переносились, переносились, сели, поехали, все эти мазки, все эти широкие и узкие там, ПЦР, и все эти, все это, и все, и мы оказались там, это как сказки. Это как сон, мы в июне были под парусом, мы ходили вокруг греческих островов, море, нет, море, море, море это шикарно, море это здорово, парус это, это незабываемо, это всегда будет манить, но теперь, а ты можешь сыграть море на барабанах. Море? Могу, я даже могу море, сейчас попробую здесь. Там, слышно? Край. И мы растворились. Ух, это впервые в истории барабанщик сыграл море, по-моему. Да я не сыграл, ты просто, я сам мечтал. Может быть, спел. Ты опять начинаешь мне пропение, где тут... Сколько у нас еще есть минуты эфира, мы, может быть, еще одно открытие. Слушай, я бы разговаривал еще часами, у нас пять минут осталось. Хорошо. И мы подходим к ключевому вопросу. Давай. Ключевой вопрос для меня всегда такой. Когда ты в предназначении, когда ты чувствуешь, что ты вот сейчас, здесь и сейчас, полностью в своем предназначении, что это для тебя, вот это ощущение, бывает ли оно у тебя? И если да, то задумываешься ли ты о том, какой след ты оставишь в истории? Шикарный вопрос. Да, бывает ощущение того, что я сейчас нахожусь в том месте, когда я должен по максимуму выполнить свое предназначение. И если этого не произойдет, то как раз получается, что я тут облажаюсь, нужно поднапрячься. Бывают это какие-то фестивальные выступления, бывает это та же самая. Даже был момент, когда случайно вышел в коридор, там в студии семья с маленькими мальчиками, я подумал, что они где-то ходят, у меня там эфир онлайн идет в классе с другой там девочкой, и так, что здесь идет? Мы шли в класс, я просто разыграл историю, разыграл историю, что свободный класс, что здесь ходит? Заходите в класс, садитесь за барабан, у меня там онлайн посмотришь, как девочка занимается, вот тебе все. Конечно, парень не ожидал, родители не ожидали, я сам не ожидал. Но таким образом получился экспромт, что они привели старшего сына в музыкальную школу заниматься, но теперь этот мальчик ходит, водит ко мне заниматься на барабаны, потому что я просто так его привлек, показал, посмотрел, посмотрели онлайн как с девочкой, девочка показала ему, что девочка почти в Англии. Есть в Англии у меня девочка, которая вчера должен был онлайн, она готовится к экзаменам. Ты рассказывал перед эфиром об этой истории. В субботу у нас будет послезавтра опять нормальный регулярный онлайн эфир, и вот как раз по поводу твоих этих вопросов, как у меня с этим локдауном, с этим карантином, я не знал, что онлайном можно преподавать барабаны через дистанционку. Я в жизни этого не мог представить тогда, а сейчас это просто удовольствие для всех, кто занимается, потому что мне не обязательно заниматься, сидеть за барабанами с установкой. Кстати, именно тогда в Греции я проводил свои очередные онлайны с ребятами с Англии, с ребятами из Франции, с кораблями, прям с яхты, то с якорной швартовки выходили через мобильную, с телефона, то пришвартовавшись на острове. Тут иностранцы стоят, а я им рассказываю раз, два, три, четыре. То есть они слышат вживую и идет онлайн? Да. То есть ты соединил онлайн и оффлайн в едином этом потоке, через себя, через свое знание? Девочка из Франции занимается на барабанах со мной, я говорю, о, привет, вот у тебя такие задания, а у меня рядышком лодка французская, хочешь я тебе покажу? Смотри, вот французские там моряки сидят, они такие, о, привет, взрослый дядень говорит, я знаю русский, я слышу, что ты ведешь, что ты говоришь про ритм, и ты считаешь раз, два, три, четыре. Я говорю, да, вот девочка из Парижа, о, привет, Парижу. То есть вот так вот что-то получилось. А по поводу девочки из Лондона, Сашенька, привет. Она русская? Она русская, да, родители русские. О, это они мне с Лондона прислали, я специально взял, я не, вот, они мне прислали это с Лондона, они спросили, когда я буду на студии, адрес студии, и жди курьера. Думаю, что курьер, как курьер, прям с Англии курьер. Да нет, говорит, там тун-тун-тун-тун, тебе что принесет. Открываю, там, супруги, мне, собаки, там, пищальные игрушки. И мне вот такая, все, сразу напялил, все, это самое дорогое, драгоценное, мы принесли. Ну, это такая, вообще, символизм. Символизм, да. И это символично получилось то, что с девочкой должны были выйти в онлайн. А курьер, можно показать символическую футболку? Вроде бы получалось, что онлайн должен был перенестись на следующий день, и я поехал с дяденьки одному помочь собрать с нуля из коробок, вытащить барабаны, приготовить. Только собрал барабаны, только вот дети набарабанились, пошли спать. И, наконец-то, он садится с барабаны, хотя бы попробовать, как педали, как руки, как что. Вдруг девочка выходит в эфир, привет, привет. А что будем? Она, да, и вот я завтра же не могу, давай сегодня за ним. Я вот как-то вот дяденька, вот барабаны, вот я в чужом доме. Да? А что за дяденька? А как вас зовут? Дяденька. Дима. А сколько тебе лет? 32. А тебе сколько? А мне 10. И у них пошло свое общение, я контролировал ее, контролируя его, и раз ей нужно было выйти в эфире пообщаться, я говорю, Саш, там если ты сейчас стоишь перед барабаном с палочками, давай тогда ты показывай Дмитрию, как нужно барабанить. И она начинает его. И она, моя девочка в онлайне, она показывает, где я рядом отхожусь со своим новым подопечным, как держать палочки, он делает движения, она анализ выдает ему. Ну, в принципе, правильно, только вот нужно вот здесь вот эту кисть, вот так вот, и вот так вот, палочки в домик у нас свой термин, кончики должны быть, побольше там амплитуду, все, она, ему, ребенок с Англии, с онлайн 10-летней, говорит дяденьке, взрослому, как нужно барабанить. То есть, все у нас перемешивается, так же, как в этом эфире. Вопрос от зрителя, Тони Водоладский задает вопрос, Леш, а кто у нас в мире топ среди барабанщиц, они вообще есть? Есть, их очень много, не буду никого обижать, они есть. Тони, спасибо огромное за вопрос, я думаю, что сейчас после эфира, чтобы не занимать время, я сразу же тебе первым перезвоню. Отлично. И мы с тобой схлестнемся в плане того, что кого ты знаешь из барабанщицы, кого я знаю из барабанщицы. А кого вы знаете из барабанщицы, уважаемые зрители, напишите. Уникально. Тому, кто первый напишет какую-нибудь известную барабанщицу, мы сделаем специальный приз от телеканала. Я думаю, что я готов позвать к себе в студию. Не говори, не говори. Да, не говорю. Не говори, не будем подсказывать нашим зрителям. У меня много призов, первый, второй, третий. Отлично. И компот. От тебя приз будет? Да. Да. Как я раскрутил его на приз. На три. На три фриза раскрутил. Три. Есть. Леша, ну просто величайшая тебе благодарность. Я считаю, что сегодняшний эфир, он просто настолько был познавательным, и какая-то в нем была такая легкость, какая-то такая живость. Я всех своих прошу. Очень приятно. И да, даже вот таких вот есть у меня ребята, которые там, как будто как пришел с зала заниматься. Я включаю ему сидиси и делаю тихонечко. Играй. И вот он, который привыкший, и приходится вот легонечко. Видите, какой метод. Играйте тихо. Играйте музыкально. Все-таки барабаньте музыкально. Барабаньте музыкально. Ну и в завершении нашего легендарного эфира, ну какой-нибудь, не знаю, темпоритмик какой-то свой, может быть, у тебя есть фирменный? Иди там, поимпровизируй, там, пальчиками. Фирменный, все знают, что меня можно назвать, как раньше, когда был в школе, там, в одном Архангельске, город Порт, там, все-таки. Вот джинса сплошная, я был джинсом, да и сейчас остался джинсом мальчиком. Вот. Как-то почему-то, вот я сел на триоли, блюз, триольная вся эта пульсация, она никогда не покидала меня. Вот это... Триольные обороты, они очень красивые, но, наверное, в соответствии с фамилией, с фамилией, как-то почему-то слышал, как шикарно танцевал цыганочку. И вдруг я понял, что есть бодиперкашен, который никогда не использую, не использую и не хочу использовать, но почему-то цыганочка и бодиперкашен как будто как одно и то же. Но, опять же, есть всегда ритм, и барабанщику я считаю, что нужны барабаны не обязательно, не главное, что барабаны, главное, чтобы барабанщик чувствовал ритм и плавал вокруг него этими всякими своими нюансировками. И допустим... Вот этот прекрасный ритм, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до следующего эфира. У нас легендарный барабанщик, преподаватель Алексей Цыганов. Благодарим Алексея и ждем вас в следующую среду, в четверг, в программе «Легенда в эфире». Наш эфир идет из удивительного места Международного союза музыкальных деятелей в Брюсовом переулке. Присоединяйтесь к нам. До скорых встреч. Благ. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова